На одном ковре чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр разных лет из 22 стран мира. Таких крупных сборов отель «Весна» ещё никогда не проводил. Очень приятно, что вы выбрали этот сбор, этот совместный сбор здесь, у нас. Я думаю, что в следующий раз у нас есть такой план, что мы хотим увеличить, что-то сделать ещё, третий зал большой, тогда уже, наверное, будет попросторнее, поудобнее. Цель проведения лагеря дзюдо в Сочи – обмен опытом в преддверии чемпионата мира. Он стартует в конце августа в Бразилии. Именно поэтому за работой лагеря пристально следила дирекция Европейского союза дзюдо. Её представители оценивали не только работу тренеров и спортсменов, но и место проведения сбора в спорткомплекс Александра Карелина. В Европейском союзе дзюдо существует программа поддержки лучших спортсменов в мире, в том числе поддержки федераций, где есть перспективные спортсмены. И для этого вот я приезжаю сюда и смотрю, насколько она эффективна, эта программа работает. Я уже сразу вижу, что это великолепно, это очень хорошая атмосфера, то, что очень важно для всех. Своими впечатлениями о таких международных сборах поделились и сами дзюдоисты. Олимпийский чемпион игр в Афинах Ильяс Ильядис из Греции в Сочи в первый раз. Условиями организации лагеря дзюдо остался более чем доволен, тем более, что ему есть с чем сравнивать. Здесь, что надо для спортсменов, все есть. Рядом гостиница, рядом сад, питание есть. Ну, в гостинице тоже отлично. Я просто ни разу не видел еще такие базы. Лагерь дзюдо на базе спорткомплекса Александра Карелина работал семь дней. За это время здесь провели десятки совместных международных тренировок. В Сочи приехали и представители сильнейших школ дзюдо – японской, монгольской и, конечно, российской. Ведь именно наша страна после громких побед на играх в Лондоне возглавила рейтинг государств-лидеров в этом виде единоборств.